Расцепитель РН-47 Расцепитель РН-47 Речь в статье пойдет исключительно про расцепитель РН-47 от компании ИЭК Артикул МВА-01Д-РН Хотя подобные же расцепители имеются в каталогах и у других производителей Итак, поехали! Независимый расцепитель напряжения РН-47 необходим для дистанционного отключения модульного автоматического выключателя Для чего это может быть нужно? Да по разным причинам, но чаще всего расцепители РН-47 применяют в случае возникновения пожаров для отключения соответствующих автоматов, питающих систему вентиляции Например, в школах, офисах, производственных цехах и тому подобное Это требование регламентируется СНИПом 4101-2003 пунктом 12-4 Правда вот, во многих проектах независимый расцепитель обычно заменяют схемой питания вентиляции через контактор А в цепь включения катушки контактора врезают нормально закрытый контакт с поста пожарной сигнализации Не спорю, оба варианта имеют право на жизнь Но с применением независимого расцепителя осуществить это гораздо удобнее, компактнее и даже дешевле Как видите, схема с расцепителем РН-47 имеет минимум коммутаций Само устройство занимает в щите всего один модуль А стоимость его составляет порядка 1000 рублей К схеме подключения данного расцепителя я еще вернусь более подробно Идем далее В последнее время расцепители РН-47 у нас все чаще стали применять во многих жилых домах В случае пожара импульс с пульта пожарной сигнализации приходит на независимый расцепитель Который в свою очередь отключает автомат питания электромагнитного замка подъездных дверей Я привел лишь пару примеров На самом деле применение независимого расцепителя можно придумать сколько угодно Под ваши нужды и потребности Краткие технические характеристики РН-47 Номинальное напряжение питания составляет 230 вольт Число циклов включить-отключить не менее 10000 Расцепитель РН-47 совместим с однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и даже четырехполюсными автоматами ВА-4729 и ВА-47100 Расцепитель имеет с автоматами даже схожий дизайн Да, кстати, рассматриваемый расцепитель РН-47 Это образец уже новой серии Ранее выпускался подобный же расцепитель Также под такой же маркировкой РН-47 Только в предыдущей серии По-моему, вот с такой квадратной кнопочкой он был Как и расцепитель максимального и минимального напряжения РММ-47 Расцепитель РН-47 стыкуется с автоматом с его правой стороны Наоборот Вот так вот и будет правильнее При этом автомат в обязательном порядке должен быть отключен А кнопка расцепителя РН-47 нажата Кнопка возврата это называется На корпусе расцепителя, как вы видите, имеется Здесь вот три направляющих стержня Раз, два и третий Которые плотно вставляются в соответствующие отверстия в корпусе автомата Вот Помимо стержней На расцепителе имеется движущийся шток Вот он Который помещается Также в боковое отверстие автомата И в случае срабатывания Независимого расцепителя Данный шток воздействует на отключающий механизм автомата Тем самым его отключаем То есть вот Легко и просто автомат должен быть отключен Кнопка возврата расцепителя нажата Стыкуем стержни и соответствующие отверстия Расцепителя и автомата И плотно прижимаем их друг к другу Расцепитель вставляется в автоматический выключатель до упора И никаких фиксаторов здесь нет Да и не нужно Вот так выглядит Однополюсный автоматический выключатель В данном случае 25 амперный В сборе с независимым рассыпителем RN47 Трёхполюсный автоматический выключатель Стыкуется аналогичным образом Опять проверяем, что автомат должен быть отключен Кнопка рассыпителя RN нажата Всё Соотносим стержни и отверстия автомата И плотно вставляем их Готово Можно включать автомат Да, кстати Пространственное расположение автоматического выключателя С рассыпителем Может быть хоть вертикальным Хоть горизонтальным На работоспособность это никак не влияет У расцепителя RN47 имеется два вывода Обозначаемых как S1 и S2 Всего существуют две схемы подключения RN47 Фаза приходит на автомат Идёт на нагрузку Отсюда же взята перемычка фазная на RN47 С вывода S1 взята перемычка На контакт Любого из устройства Кнопка Ключ управления В данном случае ключ управления И с этого контакта С другого Зажима контакта Подключаем на 0 Это у нас 0 сети Это у нас фаза сети Ну и теперь покажу Как это работает Замыкаю контакт с помощью ключа управления Автомат отключился И выскочила кнопка возврата Ну давайте ещё раз То есть так автомат у нас не взводится Сначала нужно нажать кнопку возврата Затем включить автомат И снова замыкаем контакт На расцепитель Оп Автомат опять отключился И выскочила кнопка возврат Ну или кнопка резит Нет необходимости гадать В случае отключения автомата То есть если автомат отключился От воздействия на него Независимого рассыпителя То это сразу же будет видно По кнопке возврат Если же автомат отключился От своих защит Там защита по перегрузу Или короткому замыканию То соответственно Кнопка возврат На рассыпителе при этом Останется в исходном Нажатом положении Для наглядности Приведу пример Схемы щита С подключением Рассыпителя RN47 На одной из отходящей линии Дело в том Что рассыпитель Можно подключить Как до автоматического Выключателя То есть фазу взять Не с нижних клемм автомата А прямо вот отсюда Так и после Автоматического Выключателя Как в моем Примере Да, кстати Забыл сказать Что Рассыпитель Можно подключить И наоборот То есть на фазу С1 Подключить фазу С автомата Например Вот так вот Делать перевычку А с вывода С2 Подключить 0 Через Контакт Ключоуправление Или кнопки Ну во второй схеме Нет ничего сложного Здесь Работа Рассыпителя Вернее Здесь питание Рассыпителя И автомата Осуществляется Независимо От независимых Источников То есть Автомат Питает Свою нагрузку А питание На рассыпитель Приходит От другого Источника Ну или От этого же Источника Только не С этого автомата То есть С этой же сборки Фаза может Добраться Но Не с этого автомата То есть Вот Фаза приходит На вывод С2 С вывода С1 Также идет Перемычка На контакт Ключоуправления Или кнопки управления И дальше Уходит на 0 Работает все Точно так же Взвел автомат И Поворачиваю Ключ управления Замыкаю Контакт Отключился Давайте еще раз Отключился Так Стыкуем Автомат И Наш Расцепитель Так Кнопка Нажата Автомат Я Включил Подаю Питание И Смотрим Оп Автомат Отключился Кнопка Отжалась Нажимаем Давайте еще раз Все работает Исправно Все работает Аналогичным образом При подаче Напряжение На Расцепитель Он срабатывает Тем самым Отключая Автоматический Выключатель На самом деле Внутри Данного Расцепителя Имеется Какой-то Контакт Который При Срабатывании Данного Расцепителя Размыкает Цепь Питания Катушки Электромагнита То есть Если сейчас Вот Допустим Нажать На кнопку И Измерить Сопротивление Вот этой Цепи Катушки Измерить Сопротивление Катушки То она Будет Иметь Какое-то Значение При Срабатывании Расцепителя Кнопка Отскакивает Ну соответственно Автомат Тоже Отключается И эту Катушку Уже Не Прозвонить То есть Она Получается Обрыв Ну вот Как видите Сопротивление Катушки Электромагнита Составляет Около 90 Ом Вот я звоню Оба вывода То есть С1 С2 Теперь я подам Питание На рассыпитель Он сработает И измерим Снова Сопротивление На его Выводах Вот Включаю Питание Все Рассыпитель Сработал То есть Видите Прибор Показывает Обрыв То есть Нет цепи Нет Никакого Сопротивления Сейчас Нажму На Кнопку И Вот у нас Снова Появилась Цепь В общем Не удержался Я И Разобрал Данный Рассыпитель Как я И предполагал При Срабатывании Катушки Разрывается Ее Цепь Питания Вот С помощью Вот этого Микрика Микропереключателя Который Связан Механически Вот с Этой Кнопкой То есть Кнопка Отскакивает И Разрывает Цепочку Питания Катушки Как видите Устройство Здесь До нельзя Примитивное Обычная Катушка Два Вывода Микропереключатель Ну и Механическая Часть Механическая Индикация В виде Вот такой Кнопки Вот такое Вот Полезное И в то же Время Незамысловатое Устройство Как Рассыпитель Независимый Рассыпитель Напряжения RN47 Вот Она Сама Схема Еще раз В развернутом Виде И Все это Компактно Было Вложено Вот В такой Одномодульный Корпус Преимуществом Независимого Рассыпителя RN47 Безусловно Является Простота Его Схемы Подключения И Компактность Как я уже Говорил Выше Рассыпитель Занимает В щите Всего Один Модуль Это Преимущество Опять же Касается Тех У кого В щите Ограниченное Пространство То есть Ограниченное Свободное Место Под Дополнительное Устройство Также Рассыпитель Имеет Незамысловатую Схему Подключения И Как Уже Выяснилось Защитой От Длительного Воздействия На Катушку Электромагнита Вот Мы Вроде Бы Как Плавно Перешли К Недостаткам Про Которые Мне Даже Особо И Сказать И Нечего Только Если Упомянуть О Его Стоимости Которая На Момент Публикации Видео Составляет Порядка Тысячи Рублей Опять же Как же Посмотреть На данную Ситуацию Здесь Я Приобрел Допустим Одно Целое Устройство Размером Один Модуль Подключил Самым Простым Способом И Уже Пользуюсь На Здоровье Если Применять Схему С Контактором Про Которую Я Говорил В Начале Видео То Там Необходимо Нам Врезать Нормально Закрытый Контакт В Цепь Катушки Контактора Дальше Силовыми Контактами Контактора Разрывать Нагрузку То Есть Это Дополнительная Коммутация Сам Контактор Имеет Габариты Несоизмеримые С Данным Устройством С Данным Расцепителем Да и Контактор Вообще В момент Работы Имеет Такое Свойство Как Гудеть То есть Это Нормальное Его состояние В пределах Разумного Шума В общем Выбор Остается Только За вами Рекомендовать И навязать Вам То или иное Устройство Я считаю Неправильно Выводы Вы сделаете Самостоятельно Ну а Если Кто Уже Эксплуатирует Данные Расцепители Длительное Время И Выявились Какие-то Недостатки То Можете Рассказать Про них В комментариях Под видео И Когда Уже Придумают Модульные Автоматы Которые Можно Было Бы Не Только Отключать Дистанционно Но И Включать Насколько Мне Известно То Разработки В этом Направлении У Компании Эк Уже Ведутся Ну а На этом Пожалуй Все Я Завершаю Своё Видео Всем Спасибо За Внимание Кому Понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал С Вами Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч